Встреча с Светлана Кудрявцева Как и по всей России, растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом. Число госпитализаций в регионе за неделю увеличилось на 60%. Более 400 тысяч жителей Самарской области сделали прививку от гриппа. Кому положена вакцинация? В Госдуме готовят законопроект о борьбе с травлей в школах. Самарцы рассказали, влияет ли на обстановку в классе микроклимат в семье. В знаковых местах Самары появятся шишиги-летуны – фигурки волшебных существ, о чем они расскажут туристам и жителям города. В областной столице открылся 5-й Всероссийский театральный фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Кто принимает участие? В Москве проходит встреча по подготовке к заседанию Президиума Государственного совета Российской Федерации о развитии экспорта. В ней участвует губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Рабочие группы обсуждают меры поддержки для национального проекта «Экспорт», в рамках которого предприятие получит дополнительные возможности. Определяют ключевые страны и партнеров, а также рассматривают вопросы логистики товаров и финансов. Для комиссии «Промышленность», которую возглавляет самарский губернатор, экспортное направление – одно из приоритетных. В рамках реализации нацпроекта предприятия Самарской области получат дополнительные возможности для развития экспортного потенциала. Количество заболевших гриппом и ОРВИ в России за прошедшую неделю увеличилось почти на 25%. Относительно предыдущей недели сообщили в Роспотребнадзоре. Там отметили, что зарегистрировано более 880 тысяч случаев заболеваний. Среднероссийский показатель превышен в 40 регионах. По итогам прошлой недели в стране зарегистрировано более 36 тысяч случаев коронавируса, что почти на 11,5% выше, чем на прошлой неделе. В Самарской области с 16 по 22 сентября число заболевших ковидом увеличилось на 13%, составив 3190 пациентов. Число госпитализированных выросло на 60% и составило 88 человек. Выздоровели 2792 пациента, а при этом один человек умер от болезни. В регионе продолжается вакцинация против гриппа и коронавирусной инфекции. Как подчеркнул руководитель регионального Минздрава Армен Бинян, иммунизацию проводят 77 мобильных бригад в 51 медицинской организации. Прививку от гриппа сделали уже более 425 тысяч жителей Самарской области. В группе риска, по словам медиков, дети и пенсионеры, беременные, сотрудники медицинских учреждений, а также люди с хроническими заболеваниями и слабым иммунитетом. Через какое время после прививки вакцина начинает действовать, выясняла Ксения Баканова. Это только трус боится, но укол идти к врачу. Лично я при виде шприца улыбаюсь и шучу. Эти строки из стихотворения поэта Сергея Михалкова – девиз по жизни для солиста Самарского оперного театра Анатолия Невдыха. Мужчина говорит, за своим здоровьем тщательно следит, поэтому прививается ежегодно. Все, кто не прививается, пускай скажут спасибо нам, тем, кто прививается, спасибо за то, что их окружают здоровые люди. Так что я считаю, что нужно о нас заботиться, зачем мы должны отвергать эту заботу. Для иммунизации против сезонного гриппа врачи используют вакцины «Флю-М» и «Сови-Грипп». По словам специалистов, вирус постоянно мутирует, соответственно, меняется состав препарата. Поэтому прививаться следует каждый год. Если у человека есть признаки простуды, то вакцинацию следует отложить до полного выздоровления. Предварительно пациента должен осмотреть врач. Вакцинация – это лучший способ профилактики гриппа и инфекционных других заболеваний. Потому что грипп и вирусная инфекция опасны не столько самим по себе, сколько своими осложнениями на сердечно-сосудистую систему, на дыхательную систему. В группе риска – дети-пенсионеры, беременные, сотрудники медицинских учреждений, а также люди с хроническими заболеваниями. После прививки иммунитет формируется две недели, поэтому вакцинироваться сейчас самое время. Узнать информацию о наличии вакцин в прививочных пунктах можно на сайте областного министерства здравоохранения. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События. В Самаре готовы к старту отопительного сезона. Планируется, что уже с 25 сентября к теплоисточникам начнут подключать социальные учреждения города. Поскольку последние дни были прохладными, и просьбы о подаче тепла накануне поступали от специалистов дошкольных учреждений и родителей детей. Таким образом, детские сады, школы и другие образовательные учреждения, здания системы здравоохранения, детские дома-пансионаты с круглосуточным пребыванием людей и остальные учреждения соцсферы, традиционно не дожидаясь резкого похолодания, обогреют в приоритетном порядке. Затем с 1 октября постепенно начнут подавать теплоноситель и в жилые дома, а также другим потребителям тепловой энергии. Специалисты напоминают, что процесс не одномоментный, а поэтапный. Сейчас все объекты жилого фонда и соцсферы подготовлены к подключению. Об этом говорили на еженедельном рабочем совещании в профильном департаменте. В первую очередь социальная сфера. Однозначно, школы и так далее. Но это было, собственно, всегда преимущественно. И хотя к концу недели ожидается достаточно серьезное повышение температуры, опять будет 21-25 градусов, но все же мы тепло уже включим. Городской департамент хозяйства и экологии и районные администрации будут курировать эту работу совместно с ресурсниками и управляющими компаниями. Температурный режим будут регулировать. Также обсуждали вопросы подготовки предприятий и организации сферы благоустройства к работе в зимний период. Специалисты проводят ревизию техники. Если надо, выполняют ремонт и восстановление. Другая часть машин сейчас используется для уборки улиц и общественных пространств. Но как только появится потребность, организации готовы оперативно заменить оборудование на зимние. При этом и такие работы по переоснащению постепенно уже ведутся. Общегородской смотр готовности техники планируется провести 24 октября. Немаловажный вопрос заключения договоров, предусматривающих привлечение дополнительных трудовых ресурсов, то есть рабочих, которые будут заниматься уборкой на территориях вручную. Это нужно решать своевременно, подчеркнули в профильном департаменте. То же самое относится к поставке запчастей, горюче-смазочных и противогололедных материалов, а также к договорам со сторонними организациями, согласно которым профильные службы смогут задействовать дополнительную технику для расчистки и уборки снега и противогололедных мер. В предстоящем сезоне упор будет сделан на применение галита и песчано-соляной смеси. 50 самарских предпринимателей в этом году получили субсидии около 400 тысяч рублей. Грантовая поддержка оказывается в рамках программы развития и поддержка малого и среднего бизнеса городского округа Самара. Всего на субсидии было выделено 25 миллионов рублей. Подробности расскажет Елизавета Прокопенкова. Алексей Рогачев – директор детского медицинского центра. Клиника работает 9 лет. За это время в Самаре появилось 3 филиала детского медцентра, где работают врачи разного профиля – окулисты, массажисты, терапевты и не только. Недавно для клиники приобрели новый аппарат УЗИ. Предыдущий прослужил 9 лет и начал устаревать. Сотрудникам центра хотелось идти в ногу со временем и оказывать качественную медицинскую помощь. Аппарат УЗИ, тем более экспертного класса, позволяет проводить глубокую диагностику многих внутренних органов у детей. Это и сердце, и щитовидные железа, и органы брюшной полости, и сосуды и так далее. То есть это очень точная, качественная диагностика, которая позволяет обнаруживать заболевания на ранней стадии их появления. Аппарат стоит около 6 миллионов рублей. Приобрели его в кредит. Чтобы погасить проценты по задолженности, организация воспользовалась программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа Самара». Организация получила субсидию в размере 400 тысяч рублей. На сэкономленные деньги центр приобрел новый аппарат, но уже для окулистов. Такой грант могут получить представители бизнес-сообщества, если их деятельность зарегистрирована на территории Самары. Сведения о них есть в едином рестере субъектов малого и среднего предпринимательства. А кредит был получен после 1 января 2019 года на сумму выше 500 тысяч рублей. Для получения субсидии нужно предоставить пакет документов. Есть регламент. Все это у нас отражено на сайте Департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Тем не менее, можно непосредственно, очно прийти на Галактионскую, 25, в 6 кабинет, где как раз покажут весь перечень документов, которые необходимы. Любой бухгалтер совершенно спокойно сформирует этот пакет документов. Он не является чем-то невероятным. Он абсолютно простой и исходит из той документации, которая есть в каждой организации. В этом году 50 предпринимателей получили грантовую поддержку на общую сумму более 18 миллионов рублей. Всего было выделено 25 миллионов. В связи с востребованностью такой финансовой поддержки срок подачи заявок продлен до 31 октября. Актуальная информация о действующих мерах поддержки на территории городского округа Самара размещена на портале бизнес-платформы РФ. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. В России начали дешеветь новостройки. Тенденцию отметили в Центробанке. По словам главы регулятора Эльвира Набиулиной, этому способствовала отмена программы льготной ипотеки. Из-за ее длительной работы цены на жилье росли быстрее обычного. Впрочем, из-за отмены программы льготной ипотеки многие стали отказываться от покупки квартир. Что происходит на самарском рынке недвижимости и каких изменений ждать, расскажем в сюжете. Выдача льготной ипотеки в этом году упадет на 40%. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил председатель правления одного из крупнейших банков страны Герман Греф. Всему виной отмена льготных программ кредитования. С июля перестала действовать массовая ипотека со ставкой 8%. Теперь покупатели вынуждены ориентироваться на рыночные условия, где ставки превышают 20%. Спрос на жилье в итоге сократился в 4 раза. Если в июне, по данным Дома РФ, банки выдали 49 тысяч кредитов на общую сумму 210 миллиардов рублей, то уже в июле 12 400 кредитов на сумму 52 миллиарда. Резкий рост цен уже сам по себе ограничил определенный объем спроса. Такая обстановка сложилась у нас уже в 22-23 году с ограниченным спросом, но тем не менее сделки продолжались, сделки были до тех пор, действительно, пока существовали программы льготной ипотеки. По окончании этих программ у людей просто не осталось возможности финансировать покупки квартир. С этим столкнулась вся Россия, все регионы, мы не исключение. Безусловно, на сегодняшний день спрос, наверное, находится на минимальном уровне. Предложения пока на рынке присутствуют, потому что застройщики пользуются программами проектного финансирования, соответственно, нехватку средств в стройке им покрывают банки, соответственно, стройки не останавливаются, стройки идут. Безусловно, формируется некий задел на будущее. При этом цены на жилье, как того стоило бы ожидать, на фоне снижения спроса не падают. Вряд ли будет снижение и в будущем. Скорее всего, стоимость зафиксируется на достигнутом уровне. На сегодняшний день за ростом цен на недвижимость, конечно, произошел рост колоссальных цен на строительные материалы и услуги строительных организаций. Поэтому себестоимость строительства тоже выросла кратно. И на самом деле строителям двигаться некуда. Мы уже проходили через такие периоды неоднократно в новейшей истории России. И если судить по опыту прошлых периодов, как правило, это заканчивалось тем, что цены замерзали на какой-то период времени. Рынок вставал на полгода, год, полтора, даже два года стояли рынки у нас. Потом возобновлялась активность на рынке, но цены фиксировались как раз на той полочке, на том достигнутом уровне, на котором, собственно говоря, и замерзли. Эксперты уверены, что сегодня не то время, чтобы вкладываться в недвижимость или пытаться заработать на перепродаже квартир. На рынке сейчас доминируют только срочные продажи. Воспользоваться особыми условиями кредитования с господдержкой теперь могут только семьи с маленькими детьми, сотрудники IT-компании и сельские жители. Все остальные покупатели пока в ожидании лучших условий. В Госдуме ранее сообщили, что сейчас разрабатывают четыре новые программы льготной ипотеки. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События. В Госдуме готовят законопроекты о борьбе с травлей в школах. Предполагается, что нарушителей будут привлекать к волонтерским мероприятиям и блокировать в интернете. Ключевая задача – привлечь к ответственности организаторов травлей и исправить их поведение. Для профилактической работы будут привлечены сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних, психологи и российское движение детей и молодежи. Родители также должны участвовать в этих мероприятиях, считают депутаты. Наши корреспонденты спросили у самарцев, влияет ли на поведение детей в школе микроклимат в семье. Отношения в семье ребенок считывает, как родители относятся друг к другу, как они относятся к ребенку. Надо разбираться. Чаще всего это проблема в родительских отношениях, потому что дети, я еще раз говорю, они все считывают с поведением взрослых и каким-то образом это отражается на ребенке. Ну, конечно, потому что дети смотрят на пример, который внутри семьи, смотрят на своих родителей, поэтому это все взаимосвязано. Ребенок сам не осознает даже иногда, что творит, какие решения принимает, поэтому мне кажется, что даже как-то между родителями, возможно, должен быть контакт. Если ребенок видит негативное отношение в семье между мамой и папой, и, допустим, что папа обижает маму, то, скорее всего, он также, если брать мальчика, он будет проецировать это в классе или в будущем, также относиться к девочкам, разговаривать, то есть объяснять, что так нехорошо, что это плохо. Ну, опять же, откуда он это берет? Скорее всего, он видит какую-то обстановку, наверное, в семье, то есть это личный пример, родители могут этого не замечать, то есть сами грубо обращаться друг с другом. Ребенок в первую очередь смотрит на отношения своих родителей, учится у них. Проводить, конечно, разговоры, общаться с ребенком, выяснять, пытаться выяснить причину такого поведения, всегда есть какая-то причина. Да, конечно, обстановка в семье, несомненно, влияет на то, что ребенок говорит, потому что дети – это наше отражение. С ребенком нужно говорить, и самое главное – детей нужно любить. На самом деле, чаще всего дети, которые обижают, это дети, которым не хватает внимания. Соответственно, чем больше мы будем уделять детям внимания, чем больше мы будем их целовать, обнимать, спрашивать, как у них дела, тем меньше они будут давать какую-то агрессию и выплескивать эту агрессию и недостаток внимания на других детей. В Самару прилетят сказочные персонажи Шишиги Летуны. Это фигурки маленьких существ, которые появятся по всему городу. По легенде, их основная задача – собирать и хранить лунный свет. Почему именно у нас на Волге? Потому что здесь, к роскошному лунному свету, добавляется магия Великой реки и волшебство сказок из легенд Самарской Луки. Отсюда же и это прозвище Шишиги. Так их назвали местные жители, приняв за героев старинной легенды Жигулей. Всего на улицах Самары появится 27 фигурок. Они поселятся в знаковых местах города. По сути, вот эти милые волшебные человечки, наши герои, они являются первооткрывателями даже некоторых мест. Может быть, какие-то известные, какие-то неизвестные места. И вот нам очень важно, чтобы город познавался и привлекал еще дополнительным слоем таким, дополнительным слоем и смысловым, и символическим. Так основная эта миссия – это сбор лунного света и творение добра. То есть они лунный свет, посылают потом на добрые дела, на доброе волшебство. В Самаре открылся пятый Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». До 29 сентября в Театре камерная сцена коллективы из разных городов России покажут 11 спектаклей. Все они поставлены по произведениям русской литературы. На открытие фестиваля побывала Елизавета Прокопенкова и готова поделиться подробностями. Персонажи русских произведений ужили в Театре камерная сцена. В Самаре открылся пятый Всероссийский фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Он объединяет спектакли профессиональных театральных коллективов со всей страны. В этом году фестиваль посвящен 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Три спектакля из 11 поставлены по произведениям великого писателя. Мероприятие организовано Театром камерная сцена совместно с Департаментом культуры и молодежной политики Самары при участии Самарского отделения Союза театральных деятелей. Это поддержание для Самары статуса театрального города. То, что в Самаре любят театр, это знает вся страна, весь бывший Советский Союз. Но это сделали наши предшественники. Наша задача – это продлевать и новые поколения приводить в театр. В Театре камерная сцена до 29 сентября выступят актеры из Королева, Ульяновска, Тамбова, Нижнего Новгорода, Саратова и Самары. Мы показывали фестиваль, состоящий из спектаклей приглашенных коллег из других городов. Мы в этом фестивале были вне конкурса, показывали спектакли вне конкурса. В этом году так хорошо подключилась администрация города, так нам помогла, что мы смогли расширить этот фестиваль и в нем принимают участие все театры Самары. Фестиваль конкурсный. Жюри вручит победителям памятные призы и дипломы в восьми номинациях. Лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая работа художника, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучшая мужская роль второго плана, лучшая женская роль второго плана и специальный приз жюри. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров, События. Крылья советов на последних секундах матча ушли от поражения в игре против Грозненского Ахмата. Волейболисты «Новая» вышли в следующий раунд Кубка России, а хоккеисты ЦСКА ВВС так и не смогли порадовать болельщиков в домашних матчах. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Матч с участием Крыльев советов закрыл программу девятого тура Чемпионата России по футболу. Волжане на выезде сыграли против Грозненского Ахмата. В первом тайме болельщики голов не увидели, хотя моменты, чтобы забить, были у обеих команд. Счет в матче в середине второго тайма открыли хозяева. Отличился Кардоса. Ахмат до этой игры оставался единственным клубом в РПЛ без побед. Прервать серию не получилось. На шестой дополнительной минуте самарцы сравняли счет. Итог 1-1. Крылья на 10-м месте в таблице. Хоккеисты ЦСКА ВВС завершили первую серию домашних игр в новом сезоне ВХЛ без побед. После трех поражений от Норильска, Сокола и Новокузнецкого Металлурга летчики уступили и Динамо Алтай. Самарцы первыми забили в середине стартового периода, но после перерыва гости сначала отыгрались, а затем и сами вышли вперед. Переломить ход встречи у хозяев так и не получилось. 1-2 поражения ЦСКА ВВС. Впереди у команды четыре гостевых матча. Волейболисты Новый вышли в следующий раунд Кубка России. Во втором матче серии 1-16 финала новокуйбышевцы принимали югру Самотлор. Первый матч выиграли гости 1-3, поэтому хозяевам нужно было победить как минимум с таким же счетом. Большую часть матча игра шла мяч в мяч, поэтому первые три партии завершились с минимальным преимуществом в два мяча. В четвертом сете волжане смогли удерживать небольшой перевес. Победа Новый 3-1. Таким образом, итог по сумме двух матчей был равным. Команды сыграли золотой сет до 15 очков. Хозяева в решающей партии меньше ошибались и забрали итоговую победу 15-11. Гонболистки Лады впервые проиграли в Суперлиге в новом сезоне. После двух ничейных результатов Тольяттинки играли на выезде против серебряных призеров предыдущего розыгрыша турнира Ростов-Дона. После неудачного начала гости бросились в погоню и к началу второго тайма смогли сократить счет до одного точного броска. Но после этого южанки сделали рывок 8-2, который предопределил исход матча. 29-37 поражение Лады. В Таиланде прошло первенство мира по муай-тай. В соревнованиях в различных возрастных и весовых категориях участвовали 1700 спортсменов из 110 стран, в том числе сборная России. Самарскую область представляли три спортсменки. Все они вернулись домой с медалями. Милана Емельяненко обыграла соперниц из Индии и Польши и стала победительницей первенства мира. Полина Рукасуева и Анастасия Наумова завоевали бронзовые награды. Этот вклад помог сборной России занять первое место в командном зачете. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они сегодня писали на своих информационных площадках. На площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления дали старт обсуждению проекта федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. К диалогу подключились 4,5 тысячи участников из 89 регионов страны. Ассоциация получила статус единой организации, представляющей интересы муниципального сообщества России на всех уровнях власти, включая международные отношения. Сегодня, по сути, принимается новый закон о местном самоуправлении. А в Армсу доверили курировать процесс сбора идей, предложений и инициатив с мест. Многие главы видят в организации главного защитника интересов муниципального сообщества, пишет телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. В Красноглинском районе полным ходом идет разработка общественного проекта поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области губернаторский проект «Содействие». Состоялось собрание активных жителей поселка. Уже разработан проект «Парус» – благоустройство территории с обустройством детской и спортивной площадок, зоны отдыха и досуга между домами номер 19, 20 и 22 по улице Парусная, поселка Прибрежный. Администрация Ленинского района приглашает всех желающих жителей от 50 и старше на дискотеку. Она пройдет с 16 до 18 часов по адресу Красноармейская, 131, 2 этаж. Музыка 80-х годов и современная. Будет весело, интересно и зажигательно, обещают организаторы. Мероприятие состоится в рамках национального проекта «Демография». Вход бесплатный для всех желающих. Приглашения друзей и знакомых приветствуются. Телефон для справок в телеграм-канале Ленинского района. Школа Олимпийского резерва номер 6 на улице Стадионной проводит набор в секцию для детей от 9 до 12 лет по легкой атлетике. Занятия для юных спортсменов будут проводиться на стадионе «Нефтяник» в две смены. В зимний период тренировки состоятся в школе номер 145. Занятия бесплатные, информирует телеграм-канал Куйбышевского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте «Самары ГИС» в нашем телеграм-канале, на страничках, в «Одноклассниках» и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!